Вы не поверите, что этот русский боксер сделал с американским чемпионом всего одним ударом. Ноябрь 1998 года. Атлантик-Сити, Америка. Именно в этот вечер мир бокса увидел один из самых устрашающих нокаутов в истории. В тот день на ринг вышли два тяжеловеса в лице российского ветерана бокса Олега Маскаева и молодого чемпиона из Америки по имени Хасим Рахман. В преддверии данного боя никто не давал шансов русскому бойцу, ведь Олег на тот момент был 31-летним бойцом, за плечами которого были уже поражения. Одержавший 17 побед при 12 нокаутах, Маскаев считался бьющим бойцом, а противостоял ему 26-летний американский проспект с практически идеальным послужным списком, состоящим из 31 победы к ряду при 26 нокаутах. Парень был устрашающим и по мощи данный боец не то чтобы уступал, но и превосходил нашего героя. Той жаркой осенью в Нью-Йорке фанаты бокса были в предвкушении жесточайшей зарубы. Еще бы два нокаутера на ринге, да еще и тяжи. Шансы того, что бойцам удастся провести все отведенные 12 раундов были мизерными. Бой был отборочным и победитель должен был получить шанс на поединок с абсолютным чемпионом мира, которым на тот момент являлся Ленокс Льюис. Первым на арену вышел, разумеется, россиянин, так как по рейтингу, да и по звездности Москаев уступал своему визави. Вторым на ринг направился Хасим Рахман. Мощный, атлетичный, восходящая звезда бокса сразу был радостно приветствован публикой. Улыбка с его лица не слезала и под песню легендарной группы Queen американец уверенно поднялся на помост. Ринг-анонцер объявил имена боксеров и под крики жаждущих зрелища фанатов бой начался. Уже в самом начале поединка стало понятно, насколько превосходит американец своего соперника в скорости. Хасим был точнее, двигался по рингу и замечательно уклонялся от ударов своего визави. Тогда как Олег медленно, монотонно шел вперед, пытаясь поймать соперника навстречу. Хасим Рахман не смог, чтобы отбить его. Рахман пытается срочно-плодом с правой рукой, но срочно-плодом. Шоу-плодом, а сейчас мастер Маскаев с левым рукой. Маскаев мискаев срочно-плодом срочно-плодом. Хасим был очень знаменимым за его путь-пункт-клодом. Субтитры делал DimaTorzok 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 В середине боя преимущество Хасима лишь увеличилось, тогда как наш герой заметно устал, и два раза выпавшая капа тому подтверждительно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Маскаев одержал победу и стал главным кандидатом на титульный бой. Ситуация в рейтинге WBC была запутана. Титульного шанса пришлось ждать почти год. И вновь пути Рахмана и Маскаева пересеклись. Спустя 7 лет изменилось очень многое. Но... И после Мэдди забил так много времени о том, что Маскаев не держал, Рахман пытается держать, и Маскаев пытается его укропать снова. Спустя 8 лет. Рахман пытается держать, и Маскаев пытается его укропать снова. И он не будет слишком далеко и не будет в ногах. свою карьеру не самые тяжелые моменты способен найти выход на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки и обязательно делитесь этим видео с друзьями всем удачи всем пока субтитры сделал DimaTorzok